Всем привет! Сегодня мы посмотрим на флагман 2018 года. Это очередной автокран номер 42082. И если считать с 8460 набора, то это, наверное, пятый автокран LEGO Technic. И это новый рекордсмен по количеству деталей. Набор LEGO Technic перешагнули рубеж в 4000 деталей. Здесь немного больше. Это действительно огромный набор. Это огромная модель. У неё огромная коробка. У неё толстенная инструкция, которая состоит из двух книжек, в каждой из которых больше 300 листов. К счастью, сборка разделена на этапы. На 13 этапов, если быть точным. И это хорошо, потому что больше 4000 деталей. Вообще трудно где-то уместить. А так по пакетикам потихоньку открываешь, собираешь. Очень удобно. По части деталей этот набор так же крут, как роторный экскаватор 42055. Только здесь вместо гусениц поставили колёса. Это основное отличие. В нём очень много всего. Я сейчас поподробнее расскажу. Ну, во-первых, это большие колёса. 94 мм, как были у Немоги и в Вольво 42030. Здесь же у нас красные диски, портальные редукторы. Из спецдеталей это два больших актуратора, четыре маленьких, поворотный стол, L-мотор и зубчатые рейки для большого поворотного стола. Много здесь красных панелей, прямоугольных и изогнутых. Укороченные есть изогнутые, но много не парных. Вот я не парный, вынес верхнюю часть слайда. Чёрные в основном парные. Ну, у чёрных не так много панелей, зато 15 серых. Видимо, от Arrox остались. Кузов там тоже был из серых панелей. Поскольку модель большая, надо обеспечить прочность. Здесь много рамок. И вот есть серые, чёрные, H-образные. И я не мог, конечно, пройти мимо красных Т-образных соединителей. У меня красных пока ещё не было. В модели почти 130 шестерёнок. Почти всех видов. 9 карданов, шрусы, элементы коробки передач. В общем, всё что угодно можно построить. Ну и приятным бонусом идут всякие коннекторы в интересных цветах. Оранжевых, вот, 72 штуки. Ну и есть ещё некоторые другие. Сборка набора совсем не быстрая. Он действительно огромный. На него уйдёт ни один, ни два вечера. Поэтому не надо пытаться как-то побыстрее его собрать. Надо неспешно собирать, получая удовольствие. Ну и несколько моментов по ходу сборки сейчас расскажу. Сборка сразу начинается с интересного механизма. Это раздаточная коробка, которая будет вращать механизмы, соответственно, в разные стороны. В зависимости от того, куда сдвинута муфта. Ну, вот так это происходит. Видно, что левые шестерёнки крутятся в одну сторону, а правые – противоположные. Симпатичный механизм. Можно взять на заметку. Ну, по-моему, такие уже встречались в LEGO Technic. После первого пакета у нас получается центральная часть будущего крана. И уже сборка меня очень порадовала. Это реально круто. Здесь используют такие приёмы и конструкции, которые, мне кажется, лет пять назад ещё в наборах мы не могли встретить. Это уже больше на какие-то сложные самоделки, похоже. И меня радует, конечно, что LEGO-вцы сами отступают от своих каких-то стандартов, таких, да, простых, в сторону усложнения. Это реально интереснее и, конечно, сложнее собирать однозначно, но это классно. Дальше центральная часть обрастает мостами и опорами. Здесь много одинаковых частей, но что поделать, у крана же должно быть четыре колеса и четыре опоры. Ну и далее интересный механизм – это центральный подшипник роликовый. Такая вот прикольная конструкция сборная. Укладывается в паз на зубчатых рейках. И это то, что я долго ждал от LEGO. Надо будет эту конструкцию перенять. Когда я буду делать апгрейд своего роторного экскаватора, обязательно подобную систему там применю. Потому что это суперустойчиво и супернадёжно. Ну и после того, как шасси закончено, дальше идёт сборка башни. По сути, это огромная раздаточная коробка с кучей шестерёнок. Ну, показывать там особо нечего, но собирать прикольно. Интересно там покрутить это в руках. Ну, если вы собирали, например, 42-055 ротаный экскаватор, то вряд ли вас здесь что-то впечатлит. Здесь всё так же круто, как там, но не круче. Собирая 13-й пакет, я поймался на мысли, что я не встретил ни одной опечатки. Но уже буквально через пару минут нашёл одну. Забыли они ось на правильный угол повернуть. А я уж был хотел их похвалить. Не получилось. Перед тем, как перейти к функциям, надо несколько слов сказать по внешнему виду. Модель впечатляет не только размерами, но и степенью проработки и детализации. Очень большое внимание было уделено всяким мелочам. И фары, и зеркала, и там запасные инструменты, и лесенки. Всё это очень круто проработано. И башня сделала необычной какой-то квадратной формы. А постарались сделать форму необычную. Не знаю, можно ли её называть суперкрасивой, но она необычная, это точно. Отдельный респект за крутое сидение в кабине, за отсутствие трёх синих уголков. Там действительно классное сидение. Ну, задвижная дверь – это вопрос философский. Мне кажется, что это от того, что не смогли сделать нормальную. Может быть, я ошибаюсь. Ну, в целом, модель очень круто выглядит. Её ещё должно было украсить огромное количество наклеек. Я их не клеил не потому, что они мне нравятся, а потому, что они действительно прикольные. Я хочу их в своих самоделках использовать. В общем, модель эту реально не стыдно поставить на полку. Она классно выглядит. Она очень симпатичная. Из-за огромных размеров модели функции, конечно, на столе очень неудобно показывать. Мы начнём с простого. У модели полноприводная трансмиссия с дифференциалами спереди и сзади, с портальными редукторами. И у нас здесь восьмицилиндровый макет двигателя. Тот самый, без всяких изменений. Катается модель довольно легко и приятно. В модели четырёхколёсное рулевое управление. Режим рулевого управления только один. Поворачивает все колёса. Внутренние и внешние немного на разный угол. Поэтому она катается довольно плавно, рулится. Ну и плюс она рулится плавно за счёт того, что у нас здесь небольшое поднижение идёт от ручки. И ручка, кстати, очень удобная. Это не пластмассовая шестерёнка, а это такое колёсико. Ну и мы видим, что башня очень колбасит на поворотах. Ну и чтобы стрелку не разворачивала, она сегодня может попробовать включить эту функцию поворота. И вот тогда, да, я так... Ой, как там, наверное, шестерёнка МСМ нехорошо, но она перестала поворачивать. Ну а радиус разворота очень маленький. Можно на столе развернуться. Мне неудобно ручку крутить, но, в общем, действительно рулится вам приятно. А вот башню заносит не очень, конечно, удобно. О, гоночный кран. Перейдём к матризонным функциям. Здесь выключатель мотора, и мотор крутится всегда в одном направлении. И функции все управляются механически. Здесь у нас главный переключатель, который переключает мотор либо на функции шасси, поворот башни и выдвижение опор, либо здесь три функции стрелы. Это подъём стрелы, выдвижение и, соответственно, лебёдка. Давайте попробуем поворот башни для начала. Так, так и вот так. Эта функция работает не слишком медленно, быстрее, чем был поворот у роторного экскаватора. Чтобы повернуть обратно, надо перещёлкнуть в другую сторону. Либо можно поворачивать башню рукой, если не включен этот селектор. Очень она приятно катается, благодаря подшипнику, который в центре, прямо сказка. Следующая функция – это активация опор. Функция работает очень медленно, потому что там актуаторы и очень много, конечно, понижений, чтобы один мотор бедный всё это двигал. Предусмотрены специальные подставочки. Ладно, посмотрим, пока с одной стороны их поставим. Ох, как его колбасит. Так, опоры выдвинутые. Довольно свободно болтаются, то есть он на этих подставках не поднимается. Ну, мы сейчас пройдём, естественно, ещё один интересный эксперимент. Эти подставки используются для увеличения площади опоры машины на грунт, чтобы не проваливались опоры. И машины реально, они прям поднимаются над землёй обычно на них. Сейчас попробуем поставить эксперимент. У меня почему-то начинает вращаться башня, хотя она отключена. Ну, вы видите, что кран находится над землёй, то есть реально эти маленькие актуаторы поднимают его, и это для меня на самом деле открытие. Я как-то всегда недооценил эти маленькие актуаторы. Ну, и также вы видите, что реально модель очень прогибается, недостаточно усилены шасси. Видимо, поэтому они сделали такие подставки, на которые опоры реально не опираются. Но вообще получается тогда, что сейчас модель наизлом нагружена, и надо было тогда сделать уж, чтобы прощёлкивали как-то эти опоры и не поднимали всё-таки модель над землёй. Это получается какой-то косяк. То есть либо надо было это делать прочнее и заявлять как функцию, либо надо было делать так, чтобы она не могла так делать. Ну и осталось три функции стрелы. Подъём с двойми актуатора. Не торопливо её поднимают. ям-я move и и и и и и и и Wilson Попробуем лебёдку включить, главное угадать. Не угадается. Крюк обычный, с полиспластом 2 к 1. Но у него есть одно прикольное новшество. Нисколько у крюка, сколько у лебёдки. Сейчас крупным планом покажу. Модель очень прикольная. Сделан автоматический тросоукладчик. Сейчас посмотрим. Завораживающий механизм. Так, дошло до конца. Ну и заключительная функция, которую труднее всего снимать, это выдвижение стрелы. Выдвигается она быстро, здесь нет червяков. Вообще в модели нет ни одного червячного механизма. И здесь такие хитрости есть, чтобы стрела сама не задвигалась, там резиночки специальные сделаны. Подробно в своём видео Егор про это рассказывал и показывал. Видно, что крюк не мешает выдвигаться стреле, что, в общем-то, прикольно. Ну и стрела состоит только из двух секций. Ну, видимо, потому что с тремя она была бы слишком тяжёлой, потому что она огромная. Вот, видимо, всё. Я сейчас её выдвинул на максимум, но для съёмок я опустил стрелу. А если бы стрела поднята была на максимальный угол, то кран в метр в высоту был бы. Огромная штука. Конечно, никакие видео не передадут впечатление от этого. Это надо же её посмотреть. Очень компактно, здорово сделан механизм выдвигания зубчатой рейки. В комплекте с краном идёт целый дом, который можно строить. Естественно, чтобы что-то зацепить, надо всё это делать вручную. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, что надо сказать. Очень меня порадовал этот флагман. Большое количество полезных деталей. Нет, небольшое. Огромное количество полезных деталей. Всевозможных. На любой вкус. Не совсем на любой цвет. Но, тем не менее, ассортимент действительно очень интересный. Функции тоже хорошо работают. Не так медленно, как в роторном экскаваторе. Значительно быстрее играть им интересно и приятно. Снимать его, конечно, очень неудобно. Лучше собрать самим и всё увидеть воочию. Ну, и внешний вид у модели тоже обалденный. Можно легко поставить на полку. Выглядит он не хуже Bugatti по детализации. Ну, а если посмотреть на зеркала, они вовсе лучше, чем эти лопухи. Это такой небольшой сарказм. Действительно классная модель во всех отношениях. Мне очень понравилась. Его, наверное, не очень сложно моторизовать. Если выкинуть все раздаточные коробки и поставить вместо них моторы, то всё можно сделать с пульта. Тоже, наверное, будет прикольно. Единственное, что здесь нет, а что хотелось бы, конечно, увидеть, это подвеска. Ну, надеюсь, в крайне шестом это будет реализовано. Ну, а на сегодня у меня всё. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok